Чтобы закрыть эту тему, Михаил Макарович, это общераспространенная точка зрения здесь в Кишиневе, что на самом деле Москва так или иначе причастна к появлению казаков в Гагаузии. Вы говорите про демпартию. А демпартия-то зачем нужно, если принимать вашу точку зрения? Меня это тоже удивляет. Но, во-первых, я с вами не соглашусь. Никакой руки Москвы здесь нет. Есть просто очевидная недальновидность. Понимаете? Тех людей, которые в этом проекте участвовали. Что могу сказать про демократическую партию? Если 3-4 года назад я видел там потенциал достаточно интеллектуально развитых, сильных людей, в том числе возглавлял партийную организацию Александр Станегла. Достаточно грамотный человек, подготовленный человек, спокойный, уроновешенный. Я сегодня наблюдаю совершенно другую картину там. И те люди, которые сегодня собираются там, что от них ждать неизвестно. И демократическая партия, на мой взгляд, она должна пересмотреть свою кадровую политику. Но вы когда говорите это, вы на чем основываетесь? Просто когда аналитики из Кишинева говорят о руке Москвы, они основываются хотя бы на том, что казаки приехали из России. Купили билет, сели на поезд или на самолет, прилетели. А вы когда говорите, что демпартия за этим стоит, на чем основываетесь? А там, если посмотреть, как раз получается, все члены активной демократической партии и те, кто собраны вокруг демократической партии сегодня, вот они все там и сосредоточены. И я начинаю себе задавать вопрос, это было согласовано или не согласовано? Знали об этом, не знали об этом? Почему так получилось? Ни одной другой, ни коммунистов там не было, ни либерал-демократов, ни каких-то других партий там нет. Как такое могло произойти? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!